Всем снова здравствуйте! Спасибо, что зашли на мой канал. Сегодня мое долгожданное видео о выбирашках уже на май месяц 2024 года. Быстро проходит время, средства тратятся, и вот настало время выбрать новые. Сегодня я решила немножко изменить порядок подачи, не буду я зачитывать список, буду просто переходить к следующему средству. И, как вы поняли, первое, что мы будем с вами выбирать, это крем для тела, крем-баттер для тела, лосьон для тела. Разные бывают форматы для этих продуктов. И вот я смотрю на свою коллекцию от Avon серии Encanto. Смотрите, сколько у меня лосьончиков. Придется в этом месяце с одним из них уже познакомиться поближе, разрушить свою коллекцию. Но что поделать, сроки годности не резиновые, нужно ими пользоваться, а не просто смотреть на них. И вот перед вами семь моих любимцев лосьончиков. Еще ни одним из них я не пробовала ни разу, не пользовалась. И сегодня настало время вот этого красненького лосьона с чудесным ароматом коралловой магнолии. Это одна из любимых моих туалетных вод, которые я в Avon покупала. И вот я, как видите, его уже начала использовать, потому что мне не хватило в прошлом месяце средства для тела. И я с ним уже познакомилась. Но для вас я им попользуюсь в конце видео и открою вам, покажу консистенцию. Также на руке покажу, как будто первый раз. И все ароматы опишу и свои впечатления от этой консистенции. Но так как я его сейчас уже буду использовать в апреле, сегодня еще где-то, ну, чуть больше середины месяца, 17 число, поэтому на май мне, скорее всего, такого флакона не хватит. И мы с вами выберем еще один лосьон для тела. И уже для этого заглянем в коробочку, которую я принесла заблаговременно. Здесь вот лежат еще лосьончики. И по списочку следующий мы с вами возьмем вот такой от Faberlic Dream Therapy серия. Это крем для тела с мелатонином. Ну, посмотрим поближе, уже в конце попробуем. 150 мл. Тоже небольшой такой формат. В общем, выбираем его. И сейчас я все это уберу. И с вами начнем выбирать две пары для волос, шампунь и кондиционер. Сначала принесу шампуни, выберем. И потом к ним в пару парные комплементарные кондиционеры тоже возьмем. Вот мой контейнер с шампунями. Кто смотрел мои предыдущие выбирашки, когда я выбирала шампуни, знают, какие следующие из шампуни я планировала взять. Сейчас я принесла этот ящик и протирала средства. И заметила, что в одном из шампуней выпал осадок. Итак, я показываю высоко. Срок хранения у него до 26 года, до января месяца. Вот такой шампунь. Здесь вот где-то на сантиметра полтора выпал какой-то взвесь. Но я его брать не буду, потому что мне нужно использовать другие. Тоже уже сроки годности поджимают совсем, очень даже сильно. И поэтому я возьму те, которые я планировала. А этот шампунь, ну что ж теперь поделать. Пусть так и пока полежит. И как вы помните, первый из шампуней, это вот такой красавец от Невея. Я очень рада, что он наконец-то будет в моем использовании. Это шампунь с малиной. Мягкий шампунь. В общем, мицеллярный. Посмотрим, понюхаем еще раз, освежим. И второй шампунь, это вот такой розы Болгарии. Тоже пора им попользоваться. Красивый такой пузыречек. Здесь небольшой такой объем, 230 миллилитров. Тоже откроем и посмотрим в конце. И давайте тогда, я уже далеко не буду ходить. Вот принесла мою коробку. Здесь находятся кондиционеры и маски для волос. Много здесь масок. Кондиционеров у меня для волос поменьше. И выберем парочку к шампуням. Так, от Невея у меня два одинаковых. Есть бальзамчик и кондиционер. Тут написано кондиционер плюс маска. Оба по 200 миллилитров. Так как шампунь большой, 400. Вот я купила тогда на Валберес как раз две упаковки. Потому что примерно одинаково я их расходую. Возьму пока один. Но потом, когда закончится, точно такой же у меня еще есть. Пока его не буду вытаскивать. В запасы постоит пока. Ну, как бы в использовании возьму только один. И второй, который Роза Болгарии. Вот такой кондиционер для волос. Тоже небольшой, такого же объема. 230 миллилитров. Вот мы их возьмем в использование. Сейчас я опять это все унесу. Следующий выбор у нас будет твердое мыло для мужа. Вы знаете, что я им не пользуюсь. Выбираю для мужа. Он сейчас начал какие-то себе подкладывать другие, которые сам покупает иногда и фантик выкидывает. То есть я даже не знаю, какое мыло лежит сейчас в использовании. Поэтому вот так получилось, что это все прошло без моего ведома. Но тем не менее мы ему выберем два небольших кусочка на май. На всякий случай, если не хватит того, что он положил себе. Сейчас я вернусь. Так, вот контейнер с мылом. Я уже посмотрела тоже, какие мыло я буду брать. И давайте я вам покажу, вытащим. Я хочу взять мыло, которое недолго хранится. Это прошлогодняя моя покупка из отпуска. Вот такое мыло монастырское из Крыма. Лесная сказка и можжевельник. Такие два небольших кусочка. Потому что аромат у них долго не держится. Вот уже почти скоро будет год, как я их купила в июне. И здесь сколько грамм. Ну, посмотрим, ладно, потом. Так особо не видно. Посмотрим эти кусочки. Очень красивые коробочки. Такие прям коллекционные, красивые. Ну, что делать. Придется тоже взять в использование. Ну, я не совсем, как бы, коллекцию собираю не для того, чтобы на нее просто смотреть, а еще и для того, чтобы пользоваться. Сейчас я это все унесу. Следующее вам будем... Я буду вам показывать выбор средств для умывания. Вот все мои средства. Я их поставила справа у меня стариночки. Вот это вот. И слева находятся несколько средств, которые я покупала вот недавно. Это вот пять штук, которые я пока точно не буду трогать. У них срок до 26 года практически у всех. Вот из этих средств мы сейчас постараемся выбрать два. И в этом месяце я решила взять два, потому что по блокноту я посмотрела, мне выпадает пенка для умывания гиалуроновая. Вот такая. С неоцинамидом. От... Вот такого производителя. Уханами, по-моему. И я не знаю. Я слышала на нее отзывы от некоторых блогеров, что она подсушивает кожу. В моем случае это не очень хорошо, потому что у меня кожа и так сухая. Но если будет все нормально, я ее оставлю и буду с ней как бы поближе знакомиться и пользоваться. Но на всякий случай решила выбрать еще одно средство. Уже мне хочется взять тоже перед летом. Может быть, я куплю что-то еще в отпуске. И хочется мне взять, попробовать вот эту баночку, бутылочку от производителя. Мануфактура Дом Природы, серия Дары Крыма. Вот такой вот гель для умывания с розой. С гидролатом розы и гиалуроновой кислотой. Остальные мы выберем как-нибудь в следующий раз. Ну, я думаю, ничего, тут уже как бы кучка уменьшается. Вот такие вот два средства мы выбрали. Это средство для сухой кожи. Надеюсь, оно мне подойдет. А вот насчет этого посмотрим. Уханами, да, серия такая. Разработана совместно с экспертами японской косметологии. Покупала вот этот в фикс прайс, а вот этот в отпуске в Крыму. И посмотрю, где он производится. Так, что-то... А, город Симферополь выпускает вот эту такую баночку. Так, следующий выбор у нас будет жидкое мыло. Сейчас принесу большую коробку, тоже выберем. И посмотрим, что у нас там следующее. Тоже сейчас вернусь. Ждите. Вот так выглядят мои запасы жидкого мыла. Тут постоянно происходит ротация. Какие-то я отдаю детям, какие-то я беру в использование. В общем, какие-то новые появляются. Вот такой большой недавно купила. Вот в двух вариантах еще голубое. Ну, и мы выберем самое старенькое. Тоже уже мне Фаберлик мыло надоели. Постоянно брала одну серию. Теперь у меня пришла очередь мыла от Avon. Я посмотрела опять по списку. Они у меня вот в таком формате, в старом еще. Вот такие баночки кругленькие. Мне такая упаковка очень нравится. Вот, сейчас мы будем искать мыло праздничное пожелание. Вот, посмотрю все. Avon вытаскиваю. И найдем, где оно у нас тут хранится. Так, вот, нашли это мыло. Такое вот позитивное, интересное. Сейчас фокус тут у меня. Так, вот. Ликующее зимнее яблоко, жидкое мыло, серия Avon Senses. Конечно, я не успела использовать его зимой, но ничего страшного. Я думаю, что и сейчас можно спокойно этот аромат продегустировать, посмотреть. Ничего такого страшного не произошло, если я возьму его сейчас. Такое красивое, красненькое. Яблоко с корицей, наверное, будет. Давайте потом попозже чуть-чуть его откроем, понюхаем. Так, и сейчас я все это уберу. Не поместится. Останется вот у меня второй этаж из одного. И следующий у нас будет выбор крема для лица. Это вообще моя любимая категория. Так же, как крем для рук. В общем, мы в этом месяце выбираем и то, и другое. Сейчас я все это уберу, принесу. Оставайтесь со мной. На мой месяц я хочу взять два крема для лица. Подошла очередь не крымских. Я думала, что возьму опять крымский крем какой-нибудь для лица. Но сейчас другие. Наконец-то я попробую крем от Avon. Вот такой это даже не крем. А крем-гель для лица. Увлажнение 72 часа с технологией Provita D. Вот интересный такой кремик. 349 рублей брала. 50 миллилитров. Первый. И второй у меня крем. Такой более вечерний, более плотный. От производителя Тайянь. Китайский. У меня такой уже был один раз. Это с экстрактом ласточкиного гнезда. Я очень полюбила такой крем и купила такой повторно уже давно. Вот сейчас я его с радостью возьму. Вот у нас такой выбор. Следующий. Мы будем выбирать крем для рук. Сейчас я вернусь и продолжим. Вот перед вами кремы для рук, которые я должна использовать первыми. Я все продукты отслеживаю под срок угодности. Кто переживает, что у меня что-то протухнет, нет. Я все отслеживаю, все записываю и беру в порядке очереди. И сейчас вот из этой кучки, два ряда тут, мне нужно выбрать три крема для рук. Один на работу и две тупы дома. И давайте начнем выбирать. На работу. А, да, я тут хотела сказать, что у меня в основном здесь крем от Avon. Дальше Fanny Organics из Fixed Price. Вот этот тоже у меня из Fixed Price. Три крема от Cafe Mini. Ну, вот это все от Avon остальное. На работу я хочу взять крем, единственный, который здесь от Reflame. Мне понравилось кремами от Reflame пользоваться именно на работе, потому что они не жирные, такие более-менее жиденькие. И руки от них не жирные, хорошо пользоваться потом, ну, работать с бумагами. И я выбираю на работу вот такой крем Волшебный сад. Очень красивая упаковка, прям радует глаз. Какая же это красота. Смотрите, прелесть какая, да? Такой тюбик шикарный. Здесь 75 миллилитров, наверное, да, 75 миллилитров. В общем, вот такой вот я беру на работу. И осталось мне взять два крема для дома. Первый из них я беру, вот сейчас у меня такой же в использовании похожий, из этой же серии целебной травы, только у меня защитный. Хочу взять с пантенолом, крем для рук с экстрактами семи трав. Это производитель город Казань, ОАО Аромат. Фикс прайс покупала. Я, кстати, таким вот начала похожим пользоваться. Очень понравилась мне одушка. Он такой приятно пахнет. Вот, и давайте выберем что-нибудь еще. Так, давайте возьмем кошечку какую-нибудь из этих. Давайте вот эту, опунция. Вот такая кошка. Крем для рук опунция. Фанни Органикс, это фикс прайс. В общем, получилось, что у меня в этом месяце два из фикс прайса я выбрала. Ну, ничего, остальные как-нибудь потом. Тут уже полегче будет выбирать, когда не так много. Так, и следующий выбор у меня будет, выбор зубных паст. Я хочу выбрать три зубные пасты. Принесу вам не все, а те, которые, ну, тоже по срокам годности ближе. Вот перед вами пасты, которые нужно по возможности использовать в 2024 году. Здесь их очень много. Да, даже не уверена, что мы их используем, успеем. Вообще, мужу, конечно, очень быстро пасты летят, но он пользуется одними и теми же, по крайней мере, в последнее время. Ну, несколько лет уже только колгейтами. Иногда он, конечно, пользуется моими. Ну, частенечко так тоже стал помогать. Я его прошу даже об этом, потому что мне одной надоедает. Давайте посмотрим, что у меня есть. Давно не показывала своих запасов. Вот здесь для чувствительных зубов есть. От сплат, колгейт. Три китайских из фикс прайс. Дальше у меня это витекс, белорусская паста для любителей кофе. От сплат парочка. И новая, это когда восстанавливать эмаль надо. Мятно-фруктовый коктейль от Эксе. Крымский травник, алоэ. Силка мед, это набор дневная, ночная. Это из Турции я привозила. И одна от Фаберлик. В общем, вот такой будет у нас выбор. И я буду выбирать, как я сказала, три штуки. Первую пасту давно очень хочу взять в использование. Это вот эта. Очень красивая упаковка. Производитель мой один из самых любимых. Это Крымский травник. Обожаю его. Все, что я от него пробовала, очень нравится. И вот пришла пора взять вот такую красивую упаковку зубной пасты. Это будет у меня первая. Еще нужно две. Что-то как-то пока мне вот не хочется ничего такого. Этого тоже. Кофе я, конечно, люблю. Так, Фаберлик вообще не хочу. А, турецкие пока жалко. Давайте возьмем вот этот набор. От Силкомет. Ночную и дневную. Такой интересный наборчик. Вот мы с вами его откроем в конце видео. Помните, тоже это из Фикс Прайс продавался. Такой набор чудесный. Так он мне понравился. В общем, я сразу его схватила. Так. Все. Три пасты выбрали. Дело сделано. Теперь будем выбирать маски для лица. Как тканевые, так и в сошетках, и в тюбике, наверное. Также, как и в прошлый раз, я тканевые маски выберу сама. Сразу вам просто покажу, что я выбрала, чтобы вас не утомлять. А все остальные масочки я вам покажу, как я буду выбирать. Сейчас я приду. Ох, вот коробочка с масками. Я принесла. Тут все скинула в одну. Вот эти наборы крымских масок я все хочу взять, потому что их нужно использовать за апрель, май, июнь. Здесь в каких-то осталось по одной, в каких-то по две. В общем, мне нужно все их взять. Вот эти все четыре набора я беру. Здесь вот две тоже. Так, здесь буду по максимуму использовать. Вот здесь одна осталась. И алоэ тоже одна. Вот мне их нужно быстренько потратить. Мне они так надоели, столько места занимают. Уже все, сил моих нету. Надо с ними уже расставаться. По 10 штук в наборе это, конечно, очень выгодно покупать, но надоедают страшно. Так, хоть и маски хорошие, но уже так надоели, что, в общем, не хочу больше. Быстрее бы их истратить. И осталось, я хочу выбрать только одну маску, так как в сашетках будет очень много. Вот давайте посмотрим в эту коробку. И здесь я хочу взять самую большую, вот такую китайскую маску с лепестками розы. У меня недавно были тоже такие маска. Одна такая была. Вот хочу сравнить, похожи они или нет. Посмотрим тоже в конце видео. Откроем. Она очень много места занимает. Думаю, что надо ее уже скорее взять. 265 рублей. Но это еще цены, конечно, не этого года. 120 грамм. Огромная банка. Тяжелая упаковка. В общем, берем из этой коробки ее. Так останется более-менее уже поменьше. И следующая коробочка, которая у меня еще есть. Это сейчас поставлю сюда. Это такая вот у меня с сашетками. Здесь я немножко возьму. Вот такие от Фитокосметик хочу взять. Суперфуд серия. Это со спирулиной и с яблоком. Зеленый детокс. Тоже уже жарко будет, наверное, в мае. Как раз они мне подойдут. И одну хочу взять на козье молоке. Она у меня уже когда-то была. Это вторая. Тут я по две покупала на Валберес. Вот на козье молоке с льняным маслом и клубникой. Мне тогда тоже очень понравилось. Вот беру вторую такую. И сейчас я принесу тканевые маски. Так, ну я принесла маски тканевой, которые я рискнула взять. Получилось, что у меня 6 штук. Попробую, конечно, взять 6. Обычно я беру 4 или 5 масок. Но в этот раз у меня по 3 штуки каждой серии получилось. Поэтому я взяла все. От Каримо. Вот такая маска с попугаем. Лифтинг. Следующая. Мезококтейль с бабочкой. Следующая. Акваконтроль. Это непонятно. Увлажняющая. И от Мерине тоже. Это все фикс прайс. Вот такие. Хурма авокадо. Сплэш маска. Брокколи и ягоды Годжи. И малина и кумкват. Вот такие масочки. Очень красивые. Даже жалко. Ну, ладно. Все маски, в принципе, тканевые, настолько яркие и красивое оформление делают, что ничего страшного. И последнее, что мы с вами будем выбирать, это крем для ног. Я уже тут принесла своя ведерочка. Опять же, у меня 2 из которых выбираем. Я возьму вот этот с мятой. Део Эксперт. Это Этюд Органикс. А вот этот возьму уже в отпуск на море, наверное. Ну, или там в июне, когда посмотрим, жарко уже будет. И вот такой вот с мятой возьмем крем для ножек. Так, и давайте все. Я вот это сейчас для ног уберу. Корзиночку. И мы сейчас с вами все откроем и посмотрим. Я надеюсь, вот эти маски я уже показывать не буду, которые Дары Крыма. Все их каждый месяц смотрите. Ничего интересного и нового я вам не расскажу про них. Давайте откроем вот эту вот коробку китайской маски. Вот такой фирмы, производителя. Сейчас я взяла специально ножик. Будем ее с вами открывать. Я даже ее еще не открывала с тех времен, как получилось. Валберис. Так, и давайте повлетим. Что там у нас красиво или как там в упаковочке. О, чувствую, баночка такая яркая и интересная. Вот такая она оранжевого цвета. Плавают какие-то лепесточки розы. Интересная масочка. Наверное, будет хорошо увлажнять. Я думаю, на жаркое время года самое оно. Вот. Такая интересная. Давайте откроем, посмотрим. Да. Маска в виде желе. Вот такая. Достаточно такая жидкая. Ну, такого вот желеобразного состояния. Давайте аромат понюхаем. Ой, пахнет прямо нежной-нежной розой садовой. Не болгарская. Вот такой вот чайной. Да, вкусно пахнет. В общем, я думаю, что увлажнять она должна хорошо. Превращается в такую водичку. Ну, как раз я ее на лето выбрала. Прям вот, мне кажется, самое место ей летом. Зимой, наверное, была бы слабовата. Ну, то есть, она не питательная, а чисто вот увлажняющая такая масочка. Так, давайте дальше. Крем для ног. Ну, тут вот прям, что близко стоит, буду брать. Скрываем фольгу. Ой, прыгнул. Интересное такое оформление. С мятой, да? Я вот нанесла на руку. Извиняюсь за синяк. Не знаю, откуда появился. Вот такой он. Не сильно жидкий. Хороший такой питательный кремушек. В общем, все мне пока нравится. Да, мятый пахнет. Такой освежающий мятный аромат. Это хорошо. Приятненький такой. Так. Давайте, что у нас там следующее откроем. Или посмотрим. Ну, вот эти маски. Спирулина и зеленый детокс. Я такими уже пользовалась. Здесь самое главное, чтобы они не высохли. Потому что здесь всего лишь на один раз. Это 10 миллилитров фирмы Фитокосметик. Они бывают очень хорошие. Если они не сухие, не загустевшие, то будет все замечательно. Я надеюсь, нормально пройдет. Так, следующая маска питательная на козьем молоке. Она такая, по-моему, бежевенькая. С розовым таким отливом. Тоже. Ну, как открывать я ее не буду. Для всех типов кожи. Производитель обещает, что она подойдет. Так, давайте дальше. Ну, вот эти вот быстренько. Сплэш-маски. Малина и куму-кват. Я чуть не очень помню. Вот, давайте прочитаем, что такое сплэш-маска. Это дополнительная порция активного увлажнения и питания. Маска и тонер два в одном. Вот, спасибо, что производитель написал. А то, как бы я точно и уже не вспомнила, что такое сплэш-маска. Оказывается, это маска и тонер вместе. Ну, такие красивые. Оформление, конечно, шикарное. Брокколи, ягоды Годжи. С витамином С. Иммунитет кожи. Ну, я долго задерживаться не буду. Еще раз, вот, быстренько пробежимся. Хурма-авокадо такая красавица. Здесь обещается сокращение морщин. Так, и здесь акваконтроль. От потери влаги. Ну, самое вот на лето, мне кажется, они и хорошо. Ботаника. Мезококтейль. Что за мезококтейль такой? Это питательная маска. Восстанавливает, питает. Ну, я в холодную погоду возьму. Так, и здесь вот уже лифтинг. Подтягивает овал лица. Все, замечательные маски. Отложим их в сторону. Давайте смотреть мыло. В следующей поездке в Крым я, конечно, как бы очень хочу такими закупиться. Это и на подарок красиво, хорошо. И дорого, богато. И самой приятно такие коробочки в руках держать. Как они прекрасно пахнут. И вообще мыло такое чудесное. Кстати, кто производит? Вот, Бахчисарайский район, город Бахчисарай, Республика Крым и Пеносов. В общем, вот, девчонки, покупала мыло, 70 рублей всего стоило. Такое шикарное. У нас уже было много кусочков таких разных. Я ей подарила. Ему же клала в использование. Очень вкусно пахнет. Они, видите, такие вот с включениями, как настоящие. Ой, пахнет очень вкусно, знаете, таким крымским лесом, воздухом, вот этим вот ягодками, наверное. Ну, не знаю, такая прелесть. Вот тоже очень интересное мыло. И второе, давайте откроем, лесная сказка, должно быть, наверное, зелененькое. Я боюсь долго хранить это мыло, потому что оно все-таки подсыхает. Да, вот такой зеленый кусочек. Они, кстати, очень такие увесистые. Увесистые. Мне кажется, здесь 100 грамм в мыле. Только вот где-то ничего не вижу я, чтобы написано было. Срок годности 24 месяца, срок хранения. Ну, в 23-м году купила. Можно было, конечно, еще оставить. Но я уже думаю, ладно, не буду. Потому что, чтобы аромат не исчез. Вот этот такой с хвойным ароматом кусочек. Ну, интересные такие. Не знаю, муж у меня будет пользоваться ими в мае или нет. Если что, перейдет на июнь. Я уже говорила, что он там себе что-то положил. Давайте мою мыло понюхаем. Праздничные пожелания от Эйвен. Серия Эйвен Сенсос. Ликующие зимнее яблоко. Вот мне больше интересно подойдет на жаркое время или нет. Такой аромат очень красивого цвета. Давайте понюхаю. Пахнет красным яблоком с корицей. И даже чем-то вот шарлоточку напоминает. Но больше вот и свежее яблоко сочное. Ну, чем не? Попробуем. Все равно надо пользоваться. Я думаю, вот эти вот... Эта серия замечательная. Оно не может быть плохим. Ну, думаю, ладно. Даже яблоко с корицей тоже ничего такого плохого я не вижу в этом аромате. Пусть он зимний, но сейчас тоже хорошо пойдет. Следующее. Я уже вовсю пользуюсь. Мне так нравится этот лосьон. Я наконец-то нашла идеальную консистенцию с идеальной отдушкой. Потому что предыдущие меня кто-то надоедал, кто-то отдушка не подходила. Вот смотрите, он такой немножко розоватый. И как мне нравится и консистенция, как пахнет. Прям такой парфюмированный. Жалко, сняли с производства. Да, пахнет шикарно. На теле разносится прям идеально. Вот это вот идеальное мое средство для тела. В общем, я думаю, что я буду очень часто им пользоваться. Поэтому улетит оно быстро. И следующее. Давайте посмотрим от Фоберлик. Дрем Терапи. Мелатонин. Мне очень интересно, как он пахнет. Потому что много слышала девочек, которые говорили, что интересный такой у него аромат. Кого-то там в сон клонило, кого-то нет. Вот сейчас я открою и посмотрим, чем это пахнет. Так, открыла. Было заслудировано. Открывается нет ли? Нет. О, вот он такой беленький. Пахнет, как понюхать хочу. Интересный такой аромат. Да, кстати, он тоже нежирный. И это очень радует. Потому что на такую теплую погоду... Еще раз извиняюсь за сусиняк. Я не знаю, мне кажется, я на огороде посадила. Все-таки хочу еще раз протестировать, чем пахнет. Я не очень поняла. Послушайте аромат. Ну, приятный. Не знаю там, как он будет, сон клонить или нет. Очень такой интересный состав. Ну, в общем, хорошее средство, нормальное. С первого взгляда вроде бы очень все устраивает. Давайте откроем крем для лица, китайский. Тут тоже надо помучиться немножко. Тут все тоже заслудировано, чтобы ни воздух не попадал, ни люди не открывали. Сейчас у него тут еще на всем тюбике. Это фольга. Вот, освободила. Давайте посмотрим. Мне так он нравился, что, вот я уже говорила, на озоне можно было купить повторный. Не знаю, продается он сейчас или нет. Вот этот крем для лица, он не такой нежидкий. Он питательный. Вот, видите? Такой ночной. Я буду его на ночь, наверное. Либо когда вот никуда не выходить. Аромат очень интересный. Ну, не скажу. Какой-то, знаете, яркий. Ну, не могу понять, нравится он мне или нет. Аромат ласточкиного гнезда, знаете? Как он пахнет? Ну, не знаю. Что-то пока так. Но я помню, что крем был хороший, поэтому не будем расстраиваться. Что-то я не очень поняла вот этот аромат. Давайте следующий крем для лица возьмем уже от Avon. Крем-гель. Посмотрим баночку. Такая интересная банка. Давно у меня не было от Avon. Вообще забыла, подходит мне серия In You или нет. Вот обещает производитель увлажнения на 72 часа. Входит, ну, какой-то, значит, здесь технология Провито-Де. Не знаю. Пользоваться, наверное, надо летом таким средством. Так, как тут открывается-то? Заглушечку я сниму. Так. И вот заглушки наберу. Ну, кстати, я думала, он будет с жижи. А он такой плотненький тоже. Но это хорошо. Я не люблю сильно, которые водичкой, бестолковые. Ой, пахнет бесподобно. Вот этот пахнет намного вкуснее, чем вот этот китайский. Прям вот, знаете, весенний парфюмированный аромат. Пахнет весной, цветочками. Очень-очень приятный. Да, здорово. Прям мне понравился. Ну, наверное, я его первым и расходую. Тогда, потом. Ну, не знаю. Может быть, тот на ночь. В общем, понравился мне вот этот крем-гель. Что-то крышка перекашивается. Не знаю, как вот закрыть. Все закрыла. Давайте перейдем к кремам для рук. Вот этот крем тоже хочется понюхать. Волшебный сад от Арифлейм. Он жидкий. Вообще, такой близко к водичке. Ой, пахнет вкусно. Ну, ярко тоже. Знаете, такой обычный у них нейтральный аромат. Как бы мои коллеги не разбежались из раздевалки. Еще раз нанесу. В общем, сейчас понюхаю. Может быть, я возьму вот этот. Но, мне кажется, он тоже ярко пахнет. Нет, хорошо пахнет. Да, приятно. Ну, посмотрим. Мне кажется, мне это нравится. Но он такой парфюмированный. Давайте посмотрим, как пахнет вот этот. Значит, это производитель ОАО Аромат Город Казань. Целебные травы. Это был у меня набор из двух упаковок. Коробочка была такая зелененькая, красивая. Экстра помощь, пантенол. Мне такой крем, я не знаю, от солнца он или нет, пантенол. Но, мне кажется, он еще рано заживляющий. Сейчас уже начался дачный сезон. Поэтому, в общем, как нельзя кстати. Я уже тут вон синяков наставила. Царапины у меня еще будут от кустов, от всяких сорняков. Вот, видите, он тоже такой густой. Ну, вернее, не тоже. Вот этот жидкий был, а этот такой густенький. Вот он, кстати, пахнет нейтрально. Может, не его? Нет, на работу я его не возьму. Мне нужен он на даче. Ну, в смысле, не на даче, а после поезда к на даче. А то унесу на работу. А он у меня рано заживляющий будет дома. Так, очень хороший, кстати. Это радует. Так, следующий у нас опунция. Опунция это такой кактус, который цветет. И плоды у него съедобные, знаете, такие фиолетовые. Я, конечно, не пробовала. По-моему, желтыми яркими цветочками цветет. И вот у него такие вот шишечки созревают. Которые усеяны много-много иголок. Так, Фаня Органикс. Давайте смотреть. Так, тут, чтобы открыть тоже. О, такой он зеленоватый. Кстати, цвета вот как упаковка. Видите? Так, где тут? Чтобы ничего не потерять. Он такой пожиже. Вот, он самый такой, ну, как вот после Арифлейм. Следующий вот он пожиже. Ну, как сказать, по консистенции более жидкий такой. О! Нет, он хорошо пахнет. Ну, тоже такой, не нейтральный запах, а такой с отдушкой. В общем, потом вам расскажу, когда в пустых баночках, либо в уходе возьму. Хорошие все кремы. Так, давайте дальше поближе. Это у нас что? Кондиционер и шампунь. Роза Болгария. Ну, я думаю, они пахнут одинаково. Вот этот шампунь на, по-моему, на Валберис покупала или на Азоне. Вот такой перламутрово-розовый. Видите? Красивый такой цвет. О! Пахнет, конечно же, болгарской розочкой. Я люблю ароматы розы и болгарской, и чайной. Мне прям доставляет удовольствие. И вот этот такой белый. Он уже не розовый. Густой такой кондиционер. Я думаю, эти банки вообще очень быстро идут. Густые, хорошие. В общем, все понюхали. Давайте понюхаем, как там Невея поживает. Свой аромат малины не растеряла. Ну, малина очень такая нежная. Как, знаете, как даже такой разбавленный-разбавленный. Если вот малинку свежую сорвать и с водичкой потолочь, вот что-то такое. Не сильный будет аромат. Ну, вот хороший. Аромат приятный. Видите, такая она густая. Я знаю, такой был еще зелененький. Но я, кстати, вот не увидела вовремя. Так бы я взяла два. Мне очень нравится такое оформление красивое. И давайте посмотрим кондиционер. Ну, такой белый, наверное. Или тут чуть розоват-перламутровый. Ну-ка, аромат. Аромат такой пудрово. Какой-то больше пудровый, чем малинкой. Но это пока, мне так кажется. Давайте теперь две умывашки посмотрим. Это гиалуроновая пенка для умывания. Наверное, у многих из вас такая была. Это свекспресс, деликатное очищение и увлажнение. Серия Уханами. Эксперт японской косметологии будет с нами. Ну, вот я вот слышала, что она подсушивает. Поэтому переживаю. Мне не надо подсушивающего эффекта. Но я думаю, летом, в общем-то, если даже чуть-чуть подсушит, ничего страшного. Как приятно пахнет. Как приятно пахнет. Ой, даже... Ой, так приятно вообще неожиданно. Вот нюхаю. Какой же у нее приятный аромат. Мне даже какой-то то ли баблгам напоминает. Да, такой, каких-то зефирок, конфеток, жвачек сладких. Даже неожиданно. Очень приятно. Я прям рада. А то даже думала, не знаю, вдруг не понравится. И давайте следующий. Гель для умывания откроем увлажнение для сухой кожи. Гидролатом розы, гиалуроновой кислотой. Вот это вообще мне очень интересно. Так. Ванны, конечно, места катастрофически не хватает, чтобы все эти баночки поставить. У нас ванна маленькая, полочек немного. Кто ставит вот много гелий для душа, тем везет. Я вот не могу себе такое количество поставить. Жидкий такой, прозрачно-розовый. Видите? Аромат. Ну, кстати, нет, розы не пахнут. Вот тот намного более приятно пахнет. Что-то здесь мне прям не слышится никакой розы. Не знаю. Я думала, это средство мне больше понравится. Похоже, если то будет хорошо действовать. Ну, не знаю. Это какой-то такой нейтральный аромат. Практически ничем. Ожидала ароматроза, но нет. И осталось нам посмотреть. Три зубные пасты. Давайте на них полюбуемся. Откроем. Мне кажется, вот это вообще лучшее оформление, что было у меня в последнее время. Смотрите, она такая вся с золотом переливается. Дорого-богато, как говорят. Это забота о деснах. Защита от бактерий. Биоактивное салои. Покупала в Крыму. Она там что-то была такая дорогая. Но, оказывается, это еще есть и дороже. В общем, не самый дорогой вариант. Но, в общем, я около нее ходила-ходила. И решила все-таки взять. Не устояла против оформления такого. И давайте посмотрим, какого она цвета. Как не выдавится. Что-то. О, смотрите. Я прям жму, а она еле-еле. Очень густая. Такого же цвета, как упаковка. Не знаю. В общем, густая будет пасточка, наверное. Или, может быть, надо ее там, ну, чуть-чуть протолкнуть. И она пойдет хорошо. Давайте посмотрим силкомет. Ночная, дневная. Как это выглядит. Я знаю, что они очень-очень безумно красивые пасты. Смотрите. Первая и вторая. Это просто красота неописуемая. Смотрите, какая парочка. Просто. Здесь вот по-английски, здесь по-русски. Давайте посмотрим скорее, как это выглядит. О, тут тоже зафольгировано. Вообще. Я люблю силкомет производителя. Кто бы что ни говорил, мне они нравятся. Подходят моим зубам хорошо. Не жгет, ничего не раздражает. Вот это такая вот зеленовато-белая. Нигелевая. Аромат. Такой слабый. Слабый мятный аромат. Надеюсь, что... Ой, знаете, тут еще примешиваются эфирные масла какие-то. Зеленые. Мне кажется, вот какие-то типа можжевеловые. Что-то мне слышится. Ну, вот явно эфирное масло какое-то входит. И вот такую беленькую. Давайте откроем. Так, за кадром уже открою. Плохо открывается. Хорошо так запечатывают. Молодцы. Так, посмотрим эту. Какой у нее цвет. Ну, такой же цвет. Тоже такой вот густое-густое. Да, пахнет похоже. Тоже такой мятный. Нормально, мне кажется, будет пользоваться. Я надеюсь, принесет все мне удовольствие. Все мои сегодняшние продукты выбранные. Буду пользоваться всем с удовольствием. Ну, на этом я с вами откланяюсь. Всем мира, добра, позитива. Лето в душе. Хороших-хороших дней. Теплых, весенних, ярких, красочных. Давайте вылезать уже из своих норок, в которых мы забились зимой. Уже понятное дело, что многие уже начали активную деятельность. Ну, в общем, давайте будем активными. Жизнь пролетает очень быстро. И будем радоваться каждому дню. Солнышку, дождю. И прекрасным продуктам косметики, которые нам поднимают настроение. Всем пока-пока. До свидания. Приходите еще.